Максим Горький Волшебный край Там в старые годы Сатиры смелые властелин Блистал фанвизин Друг свободы Александр Сергеевич Пушкин Беремевна Садиша дай Позавтракать ребенку Он уж и так матушка Пять булочек скушать изволил Мне на тебе жаль шестой Бестия Да во здравие матушка Я ведь это сказала для Митрофанова Теренча Протасковал до самого утра Мать и Божия Да что ж с тобой сделалось Митрофанушка Да так матушка Вчера после ужина схватила Да видно брат поужнал ты плотно А я дядюшка и вовсе не ужинал Нет друг мой мне помнится Ты что-то скушать изволил Да что слонину ломтик три До подобных не помню пять Не помню шесть Ночью то и дело и спить просил Квасу целый кушенец Выкушать изволил И сейчас как шальной хожу Ночь всю в глаза Такая дрянь лезла Какая же дрянь Митрофанушка Да то ты матушка То ты батюшка Ой да как же это Вот лишь стану засыпать То и вижу Будто ты матушка Изволишь бить батюшка Ой беда моя сону в руку Так мне и жаль стало Кого же Митрофанушка Тебя матушка Ты так устала Колотя батюшку А пойми меня Друг мой сердечный Вот сынок Одно мое утешение Я думаю что если бы мы устроили викторину И спросили откуда эта сцена Проигравших бы не оказалось Конечно Эту сцена из знаменитой комедии Дениса Ивановича Фанвизина Недрз Написанная 200 лет назад Она продолжится в героической эпопее Гоголя мертвой души По словам Горького По пути проложенному Фанвизином Пойдут Крылов Грибоедов Гоголь Пушкин Лермонтов Щедрин До Чехова Все в этой комедии Кажется чудовищной карикатурой на русское А между тем Ничего в ней карикатурного Все взято живьем с природы И проверено знанием души Утверждал Гоголь Гоголь же назвал Недрзля и Грибоедовской горе от ума Истинно общественными комедиями Кто же он Фанвизин Как жил Учился Работал Что написал еще Кроме недоросля Я думаю Если бы наша викторина была продолжена Многие бы из вас Затруднились ответить на ряд вопросов Денис Иванович Не только драматорг Но и переводчик Публицист Баснописец Большой литературный И познавательный интерес Представляет его письма Которые он писал из-за границы Где он бывал по делам службы Денис Иванович был дипломатом Иностранной коллегии При дворе императрицы Екатерины II А в конце его недолгой жизни Он номер 48 лет от роду Им написано Исповедь Приближаясь к 50 летам жизни моей Прошед следственно половину жизненного поприща И одержим будучи трудную болезнью Я нахожу Что едва ли остается мне время на покаяние И для того Да не будет в признаниях моих Никакого другого подвига Кроме раскаяния христианского Чистосердечно Открою тайны сердца моего Денис Иванович Фанвизин Родился в 1745 году в Москве Где прошли его детство и юность Учился Фанвизин В только что открытой гимназии при университете Созданной усилиями великого Ломоносова Неестественно человеку Помнить первое свое младенчество Я никак не знаю себя до 6 лет возраста В 4 года начали меня учить грамоте Так что я не помню себя безграмотного Отец мой не в состоянии будучи нанимать для меня Учителей для иностранных языков Не мешкал, можно сказать, ни суток Отдачу меня и брата моего В университет, как скоро он учрежден стал Остается мне сказать Об образе нашего университетского учения О вы, родители Восхищающиеся часто чтением газет Видя в них имена детей ваших Получивших за прилежание свое награды Послушайте, за что я медаль получил Товарищ мой спрошен был на экзамене Куда течет Волга В Черное море Отвечал он Спросили о том же другого моего товарища В Белое Отвечал тот Сей же мудренный вопрос Сделан был мне Не знаю Сказал это с таким видом простодушия Что экзаменаторы Единогласно мне медаль присутили Простите, Денис Иванович Но этому вашему рассказу нельзя доверять полностью Дело в том, что Наши исследователи Знают о вас больше, чем вы успели Сами написать о себе Вы сейчас рассказали Об экзамене весной 1758 года Ну, видимо, экзаменаторы Удовлетворенные всеми вашими ответами Снисходительно отнеслись к тому Что вы не смогли ответить на вопрос Правда, элементарный Куда впадает Волга И при присуждении медали Учитывалось, конечно, общие успехи Ваши за все годы обучения В газете вы были названы лучшим И в той же газете сказано Что вы с двумя другими соучениками И в других классах так обучались Что за достойных могут считаться награждения Перелистывая через 200 лет Страницы газет Мы видим, что вы, Денис Иванович Несмотря на ваше слабое здоровье Учились превосходно А учителя В гимназии при университете Где вы учились Несмотря на все трудности с учителями Решала многие вопросы С образованием детей дворян и разночинцев Но сама справедливость Велит мне предварительно признаться Что нынешний университет Уже не тот, какой при мне был И сколько тогдашнее положение Сего училища подвергалось осуждению Столь нынешнее похвалы заслуживает В бытность мою в университете Учились мы весьма беспорядочно Ибо с одной стороны причиной Тому была ребяческая ленность А с другой Нерадение и пьянство учителей Арифметический наш учитель Пил смертную чашу Латинского языка учитель Был пример злонравия Пьянства и всех подлых пороков Да, как в те годы практически Решалась проблема образования детей Во многих дворянских семьях Вы позднее прекрасно показали В своих комедиях Ну что же, вижу, это грамматика Ну и что же вы в ней знаете? Много Существительно Да прилагательно Дверь, например Какое имя? Существительное или прилагательное? Дверь Которая дверь? Которая дверь? Ну вот эта дверь Это прилагательное Это почему же? А потому что она приложена К своему месту А вот у чулана Шеста недели Дверь стоит ненавешена Так так Пока место существительное Значит По-твоему Слово дурак Прилагательное Ты ведома Ну да, потому что оно прилагается К глупому человеку Так А каково мой батюшка? Каково мой отец? Нельзя лучше В грамматике он зелен Я думаю, не меньше и в истории О, Митрофан по мне Я без того глаз не сведу Чтобы выборный Не рассказывал мне истории Ох, мастер собачий сын Откуда что берется? Однако все не приедет Против Адама Адамыча-то А далеко ли вы в истории? Далеко ли? Какова история? В иной залетишь за три Ведь земель за тридесятый царство А, так это-то история Учит вас в районе Нет, наш Адам Адамыч Историю не рассказывает Он, что я же Сам охотник служит Они оба заставляют Себе рассказывать историю Скотницу Вавронью А не у нее ли вы оба Учились и географии? Слышь, друг мой сердешный А это что за наука? Я в толп не возьму О чем спрашивают Как ты назвал батюшка наук-то? География, сударный О, слышь, география Ну что же такое? Пристали с ножом к горлу Не ведомо, батюшка Да ты сделай милость Расскажи ему Какая наука-то Он тебе ее расскажет Описание земли К чему бы это служило На первый случай? А на первый случай Сударный Это служило бы Например, к тому, что Ну, ежели когда Куда-нибудь придется ехать Так знаешь, куда едешь О, батюшка мой Да извозчики-то на что? Это их дело Это и наука-то таки Не дворянская Дворянин, только скажи Повези меня туда И свезут, куда изволишь Мне, поверь, мой батюшка Что то вздор Чего не знает Митрофанушка Все время Тогдашний наш директор Вздумал ехать в Петербург И везти несколько учеников Для показания Учредителю университета Плодов всего училища Я не знаю, каким образом попал я И брат мой Все число избранных учеников Директор со своей супругою Человек десять нас Отправились в Петербург Приехав в Петербург Мы с братом стали В доме родного дяди нашего Через несколько дней Директор представил нас Куратору Сей добродетельный муж За слух которого Россия позабыть не должны Принял нас Весьма милостило И взяв меня за руку Подвел к человеку Которого вид Обратил на себя Мое почтительное внимание То был бессмертный Ломоносов Он спросил у меня Чему я учился По латыни Отвечал я Тут он начал говорить О пользе латинского языка С великим Надо сказать Красноречием КОНЕЦ КОНЕЦ Теперь настало время Сказать нечто О моем характере И познакомить читателя С умом моим И сердцем Весьма рано Появилась склонность К сатире Острые слова мои Носились по Москве Вы знаете Господин Н Напечатал свое сочинение Это для того он сделал Чтобы и потомки знали Что он был дурак А вот Сохранившаяся эпиграмма На неизвестное лицо О Клим Дела твои велики Но кто хвалил тебя Родня И два заики Басня Лисица Казнодей Казнодей это проповедник Умер царь зверей Лев На торжественных похоронах Лисица Смиренный Харри В монашеском наряде Произносит пышную Надгробную речь В ней всячески Расхваливается Доброта Справедливость Мудрость умершего О лесть подлейшая Шепнул собаке крот Я знал льва коротко Он был присущий скот И зол И бестолков И силой высшей власти Он только насыщал Свои тиранские страсти Трон кроткого царя Достойный алтарей Был сплочен из костей Растерзанных зверей Возмущенный ложью крот Поясняет Одни подданные бежали Другие Разорились Художник Всю жизнь прославлявший льва С тоски и голоду Третьего дня Издох Вот мудрого царя Правление похвально Возможно ложь сплетать Столь явно и нахально Собака умолвила Чему удивишься ты Что знатному скоту Льстят подлые скоты Да даже то тебя Так сильно изумляет Что низко тварь Корысь ему предпочитает И к счастью Бредет презренными путями Так видно Никогда ты не жил Меж людьми Денис Иванович Драматург Поэт Прозаик Комедия эпиграммы Проповеди Словарь Челобитная А есть у него И пародии На учебные пособия Всеобщая придворная грамматика Написана в форме Вопросов и ответов То есть Обычно и тогда В форме школьных учебников Что есть придворная грамматика Придворная грамматика Есть наука Хитро льстить языком и пером Что значит хитро льстить Значит говорить и писать Такую ложь Которая была бы знатным приятно А льститцу полезна Что есть придворная ложь Есть выражение души подлой Перед душой надменной Она состоит из бесстыдных похвал Большому барину За те заслуги Которых он не делал И за те достоинства Которых он не имеет Какие обыкновенные люди Составляют двор Гласные и безгласные Что есть придворный падеж Придворный падеж Есть наклонение Сильных к наглости А без сильных к подлости Впрочем большая часть бояр Думает что Все находятся перед ними В винительном падеже Снизкивающие же их расположение И покровительство Обыкновенно падежом Дательным Слухи о сатирах Доходили до Москвы И беспокоили семью Сатир писать не буду Пожалуй Будь в том уверена Что я человек резонабельный Ты меня привела в резон И я сделал жертвоприношение Аполлону Сожжегший ту в печи Какая же из сатир Так напугала Сестру Дениса Ивановича Федосию Ивановну Уж неизвестное ли Великолепное послание К слугам моим Шумило у Ваньки Петрушки Послание написано Как сатирическая сценка Диалог ведет Автор Барин На что сей создан свет И как мне вон нам жить На что ты создан сам А в ответах Раскрываются различные стороны Русской действительности И характеры слуг Имена слуг Не выдуманы Шумилов, Ванька, Петрушка Это слуги Дениса Ивановича Которые жили с ним в Петербурге Послание не раз вспоминал Пушкин Белинский пророчески сказал Что злое послание Фан Визина Переживет все толстые поэмы Того времени Молодые люди Не думайте, что острые слова ваши Составили вашу истинную славу Остановите дерзость ума вашего И знайте, что похвала вам Приписываемая Есть для вас сущая отрава А особливо, если вы чувствуете Склонность к сатире Укращайте ее всеми силами вашими Ибо вы без сомнения Подвержены будете Одинакой судьбе со мною Меня стали бояться Потом ненавидеть А я вместо того, чтобы привлечь к себе людей Отгонял их от себя и словом, и пером Службы и переводы отнимали много времени Но Фан Визин был молод Он любил театр И, несмотря на слабое зрение, без конца читал Человек с обостренной впечатлительностью И с ироническим умом Он мог плакать над страданиями своих персонажей И тут же издеваться Однако плюнем на них Я сам горю желанием писать трагедию И рукой моей погибнут, по крайней мере, с полдюжины героев А если рассержусь То ни одного живого человека на театре не оставлю Но ничто в Петербурге так меня не восхищало Как театр, который я увидел первый раз от роду Действия, произведенного во мне театром Почти описать невозможно Комедию, виденную мною довольно глупую Считал произведением величайшего разума А актеров великими людьми Коих знакомство, думал я, составило бы мое благополучие Стоя в партерах, я свел знакомство с сыном одного знатного господина Которому физиономия моя понравилась Но как скоро спросил он меня, знаю ли я по-французски И услышал от меня, что не знаю Он вдруг переменился ко мне, похолодел Счел меня невеждаю и худовоспитанным И начал надо мною шпынять А я, приметя из оборота речи его Что он кроме французского, коим говорил так же плохо Не смыслит более ничего Стал отъедаться И моими эпиграммами загонял его так Что он унялся от насмешек Тогда я сделал бригадира В комической фабуле бригадира Как будто бы нет ничего серьезного и ничего национального Семья бригадира Кстати, бригадир военные звания Выше полковника и ниже генерала Приехала к советнику С целью женить своего сына Иванушку На их дочери Софье Предполагаемый брак не по душе ни жениху, ни невесте Софья любит другого человека, добролюбого Иванушке не нравится умная и добродетельная Софья Он волочится за ее молодой мачехой Такой же щеголихой, как и он А советнику нравится бригадирша Показывая своих героев кругу семьи Писатель раскрывает их нравственные качества И создает впечатление об их общественном лице Так, ежели Бог благословит, то двадцать шестое число будет свадьбе Увы, увы Ах, сколь счастлива дочь наша Она идет за того, который был в Париже Ах, радость моя Я довольно знаю, каково жить с тем мужем Который в Париже не был Мадам, я благодарю вас за вашу учтивость Признаюсь, я и сам хотел бы иметь такую супругу С которой бы я не мог говорить иным языком, кроме французского Наша жизнь пошла бы гораздо счастливее Ой, Иванушка, Бог милости Вы, конечно, станете жить лучше нашего Ты, слава Богу, на военной службе не служил И жена твоя не будет не таскаться по походам без жалования Не отвечать дома за то, чем в строю мужа разбразнил Мой Игнать Андреевич-то Помещал на мне вину каждого рядового Жена, не все ври, что знаешь Ну, Бог, ну, соседушка, не греши, ради Бога Знаешь ли ты, какую разумную сожительницу имеешь? Она годится быть коллегией президентом Вот как премудра Кулина Тимофеевна Премудра? На, соседушка, это ты жалуя нас так говорить изволишь А по мне ее премудрость больше на глупость походит Иное дело, твоя Авдотья Потапевна То я и в глаза могу сказать из-за глаза, что ума у нее целая палата Ах, сколько прекрасных комплиментов, а сколько умов, голова головы лучше А я и о тебе могу также сказать, дорогой мой зятюшка, что в тебе путь будет Прилежи только к делам, читай больше Ну, каким делам? Что читать? Читаю артикул и устав поедет Паче всего, изволь читать уложения и указы Тот, кто, будучи судьею, толковать их умеет Тот, друг мой зятюшка, никогда ни с чем быть не может И куда пробежать так же и мои расходные тетрадки Боже, тебя сохрани, чтобы голова твоя была наполнена иным чем, кроме любовных романов Я, не читав их, рисковала бы остаться навеки дурой Мадам, вы говорите истинную правду Признаться, я и сам, кроме романов, ничего не читывал И для того-то я таков, как вы меня видите Для того-то ты дурак Мадемуазель, что вы говорить изволите? То, что я о вас думаю А чтобы такое было, ну, прошу вас, не льстите мне Оставь, оставь ее, зятюшка, оставь Она, сама не знаю отчего, с ума сходит Это все пройдет Вот моя жена перед свадьбой недели полторы без ума шаталась Но с тех пор лет десятка три в таком совершенном благоразумии пребывает Что никто и приметить не может, чтоб была когда умнее Да и бог тебе здоровья, батюшка А я с тобой живучи, ума не потеряла Сокровище, а не женщина Здешняя хозяйка Не моей баби, чита Ты что-то говоришь, свад? А? Я хвалю разумное попечение твоей супруги об домашней экономии Благодарен я за ее экономию Она для нее больше о домашнем скоте думает, нежели обо мне Да как же, батюшка Весь скот об себе думать не может Так не надо ли мне о нем подумать А ты, кажется, умнее А хочешь, чтоб я за тобой присматривала Она мне все равно сдуру, ты врешь или из ума Только я тебе при всей честной компании говорю Чтоб перта больше не отворяла, а ей худо будет Монпер, не горячитесь Что, не горячитесь? Ну, я говорю, монпер, не горячитесь Ты первого-то слова черт не знаешь, я не разумею Ну, теперь я виноват, что вы по-французски не знаете Да, как он горло-то распустил Да ты мысли по-русски, что они лишь то, что здесь-то не разумеют Да полно Игнатий Андреевич, да пусть Иванушка говорит, как хочет А по мне все равно Он иной, кажется, скажет и по-русски А я, как умереть, ни слова не разумею Что говорить, учение свет, не учение тьма Конечно, матушка, кому Бог открыл грамоту Над тем и сияет благодать его Ныне, слава Богу, не прежние времена Прежде бывало, кто хорошо писывали по-русски, так те знавали грамматику А нынче никто ее не знает, а все пишут Сколько у нас исправных секретарей, которые экстракты сочиняют без знания грамматики, любудорого посмотреть Вот у меня на примете есть один, который когда что-либо напишет, так и уной ученый с грамматикой, а прочитать того не может А зачем с грамматикой? Я без нее лет почти до шестидесяти дожил и детей взвел Вот Иванушке давно за двадцать, а он в добрый час молвить, в худой помолчать, а грамматики не слыхал Конечно, грамматика не надобна Прежде нежели ее учить-то, ее купить надобна Заплатишь восемь гривен, а выучишь ли, нет ли, Бог знает Бригадирша, паче всего, возбудила внимание Граф Никита Иванович Панин, бывший главой у Министерства двадцать лет сряду В письме ко мне заметил по всему поводу Я вижу, что вы очень хорошо нравы наши знаете Ибо бригадирша ваша всем родня Никто сказать не может, что такую же Акулина Тимофеевна не имеет Или бабушку, или тетушку, или какую-нибудь свойственницу Это о наших нравах первая комедия И я удивляюсь вашему искусству Как вы заставили говорить такую дурищу во всех пять актов Сделали, однако, ролью столько интересную, что все хочется ее служить Надобно приметить, что я бригадира читал мастерски Я забыл сказать, что я имел дар Принимать на себя лицо и говорить голосом весьма многих людей Знакомый мне князь рассказывал Что весь Петербург наполнен моею комедией Из которой многие острые слова употребляются уже в беседах Чтение бригадира состоялось в покоях императрицы У нее хватило ума и так-то милостиво шутить Но она не могла не заметить, что перед нею сатирик Чье острое и разящее слово могут стать для нее опасными После написания недоросля Фанвизин, будто бы не замечая направленности были и небылиц Направил в журнал ряд вопросов Могущих, по его словам, возбудить в умах и честных людях Особливое внимание Сначала императрица вообще не хотела печатать вопросы Но затем, чтобы подавить сатиру Написала вопросы вместе с ответами сочинителя были и небылиц Вот некоторые вопросы и ответы на них Отчего у нас спорят сильно в таких истинных Кое нигде уже не встречают ни малейшего сомнения У нас, как и везде Всякий спорит о том, что ему не нравится Или непонятно Отчего у нас известные и явные бездельники Принимаются везде равно с честными людьми? Оттого, что на суде не изобличены Отчего в век законодательный Никто всей части не помышляет отличиться? Оттого, что сие не есть дело всякого Отчего в прежние времена Шуты, Шпыни и Балагуры чинов не имели А ныне имеют и очень большие Предки наши не все к грамоте умели Сей вопрос родился от свободы язычия Предки которого наши не имели Надо сказать, что императрица имела основание рассердиться Вопросы намекали на беззаконие в стране Говорили о полном упадке нравственности дворян Литературную речь современников драматурга Мы узнаем в разговорах Стародума и Правдина Отец мой служил Петру Великому и воспитал меня по тогдашнему А я и не нашел нужды себя перевоспитывать Да, тогдашнее воспитание состояло в нескольких правилах В одном имей сердце, имей душу И будешь человек во всякое время Вы говорите истину Прямое достоинство в человеке Есть душа Без нее просвещеннейшая умница, жалкая тварь Невежда без души Зверь Ой, если б я ранее умел владеть собой Я имел в удовольствие доли служить Отечеству Каким же образом Происшествия с человеком ваших качеств Никому равнодушны быть не могут Вы меня крайне одолжите, если расскажете Да я их ни от кого и не таю Для того, чтобы другие в подобном положении Нашлись меня умнее Взяв отставку Приехал я в Петербург Тут слепой случай занес меня в такую сторону О которой мне от роду и в голову не приходило Куда же? Ко двору Меня взяли ко двору Как ты об этом думаешь? Ну и как же вам эта сторона показалась? Любопытной Первое показалось мне странным, что в этой большой стороне По прямой дороге никто не ездит А все объезжают крюком Надеюсь доехать поскорее Хоть крюком Но просторна ли дорога-то? Ну, такова-то просторна Что двое встретись, разойтиться не могут Один другого сваливает И тот, кто на ногах Никогда уже не поднимает Того, кто назем Но те Достойные люди Кто служат при дворе государству Ну, они не оставляют двора Для того, что они двору полезны А прочее для того, что двор им полезен Я не был в числе первых Не хотел оставаться в числе последних И рассудил, что гораздо честнее жить у себя дома Нежели в чужой передней С вашими правилами Не отпускать людей от двора А к двору призывать надо бы нам Призывать? Зачем? А зачем призывают к больному врача? Ошибаешься, друг мой Тщетно звать врача К больным неисцелимо Тут врач не пособит Разве что сам заразится Императрице не нравились размышления Стародума Существует предание Что будто бы она сказала В кругу своих приближенных Худо мне жить приходится Уж и господин Фан Визин Хочет учить меня царствовать Недоросль От первой до последней сцены Построен так, что зрителю ясно Неограниченная власть над крестьянами Источник тунеядства Самодурства Ненормальных отношений в семье Хорошо, матушка Я тебя потешу Поучусь Только, чтобы это был последний раз И чтоб сегодня же быть сговором Придет час воли Божией Час моей воли пришел Не хочу учиться, хочу жениться Ты же меня взманил И пеняй на себя Вот я сел Вот, а я тут же присяду Кошелек для тебя повяжу Софьюшкины денежки было б Куда класть Давай доску, гарнизонная крыса Задавай, что писать Ваше благородие За всегда лаятся, изволите Ох ты, господи, боже мой Уж рабенок и не смеет Избранить, пахнущийся Уж и разгневался Да на что гнется, ваше благородие У нас российская пословица Собака лает, ветер носит Поворачивайся Задавай зады Все зады, ваше благородие Ведь задами-то век на заде останется И двое дело, пахнутич Мне очень даже мило, что метрофанушка Вперед шагать не любит С его умом, да залететь далеко Да и, боже, избавить Задача Изволил ты идти на приклад По дороге со мной Ну, возьмем хоть с собой, Сидорыча Нашли мы трое Трое? Опять же на приклад На дороге Триста рублев Триста Дошло дело до дележа Смекни-ка, почему на брата? Единожды три Три Единожды ноль Ноль Единожды ноль Да что, что до дележа-то? А видишь, матушка Триста рублей, что нашли Троим разделить О-о-о Врет он, друг мой сердечный Нашел деньги Ни с кем не делись Все себе возьми, митропанушка Не учись этой дурацкой науке Слышь, Пафнуч, задавай другую Миши, ваше благородие Жалуйте мне в год за учение Десять рублей Теперь, правда, не за что А как бы ты, Балин, у меня кое-что перенял Не худо было бы прибавить еще десять Вот сколько же вы на год? Нуль да нуль Нуль Один да один Да не трудись по-пустому, друг мой Гроша не прибавлю Да и не за что Наука не такая Лишь тебе мучение А все вижу пустота Денег нет, что считать А деньги есть Сочтем А без Пафнутича Хорошо, Ханька Шабаш прав Пафнутич Две задачи решены Ведь на поверх Твоих не станут Не бойся, брат Матушка сама не ошибется Давай-ка, брат, кутейки Проучи вчерашние Начнем Благословясь За мною Со вниманием Аз же есть червь Аз же есть не червь Четь Четь Животина Скот Псич Аз же есть не скот Аз же есть не скот А не человек А не человек Поношение Поношение Человека И Унижение Ай-яй-яй-яй-яй-яй Теперь я вижу Уморить хотят ребенка Матушка моя Что тебе надо Ну что Сынок Какой есть Дал Бог здоровья Или сынок Так хоть Премудрый Аристотель Там в могилу Как будто Российский дворянин Уже не может В свете авансировать Без русской грамматики Как будто Да, арифметики Были Дураки Несчетные Я те ребра-то Пересчитаю Попадешься Ко мне Рассказывают Со слов Самого драматурга Когда я собирался написать сцену перепалки между Еремеевной и Скотининым Я пошел гулять У Мясницких ворот я набрел на драку двух баб Остановился и начал сторожить природу Возвратясь домой с добычей наблюдений Я написал сцену И включил реплику Еремеевны Слово зацепы Подслушанное мною на поле битвы Ой, мамушка, заслони меня Истохну на месте А дитя не выдам Сунься, сударь Только изволь сунуться Я тебе вельма-то выцарапаю О, я тебя доеду А, у ней свои зацепы-то Вострые Сатирические стихи Перепалки комедийных персонажей Широчайшим потоком Вливается просторечие В самых различных вариантах его Девка, 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 Палашка Да что, что изволишь? Ой, ты родная девка, собачья ты, дочь Да разве у меня в доме Кроме твоей скверной хары И служанок нету Палашка где? Захворала матушка Лежит с утра Лежит, как будто благородная Такой жар рознил Матушка без умолку бредит Бредит, как будто благородная Ух, плуты, воры, мошенники Всех велю прибить до смерти А за что вы хотите наказывать людей ваших? Ох, батюшка Это что еще за вопрос? Разве я не вольна в своих людях? А вы считаете себя вправе драться Тогда, когда вам вздумается? Разве дворянин Не вален поколотить своего слугу, когда захочет? Когда захочет? Да что за охота? Прямой ты скотинин Нет, сударыня Тиранствовать никто, не вален Не вален Дворянин, когда захочет И слуги высечь, не вален Да на что нам дан указ О вольности дворянства? Мастерица толковать указ Изволите насмехаться А я теперь же всех с головы Да на голову Постровитесь, сударыня Приказываю вам В сей же час собрать людей и крестьян ваших Для объявления им указан Что за бесчеловечье жены вашей До которого попустила ее Ваша крайняя слабомыслие Повелевает мне правительство Взять в опеку дом вашей деревни Да чего мы дожили? Бо-бо-бо-бо-бо Это-ка до меня доберутся Это-ка всякой скотинин Может попасть под опеку Уберусь-ка я отсюда Подобру, поздорова Да, и отправляйся к своим свиньям Однако постерегись Я слышал, что ты со свиньями Обращаешься не в пример лучше, чем с людьми А где у меня сердцу к людям лежать? Они передо мной умничают А между свиней я сам всех умнее Оправившись от болезни Конвизин обдумывает план нового своего детища Журнала «Друг честных людей» или «Стародум» Журнал открывается письмом сочинителя недоросля «Стародуму» С просьбой принять участие в издании Господин Стародум Я должен признаться, что за успех комедии моей недоросль А должен я вашей особе Из разговоров ваших с правденным Милоном и Софьей Составил я целое явление Кое публика и до ныне с удовольствием слушает И потому решился я издавать периодическое издание И чтобы быть мне вернее в успехе труда моего Я назвал его вашим именем И покорнейший вас прошу принять в нем искреннее участие Сочинитель недоросля Санкт-Петербург Январь 1788 год С удовольствием соглашаюсь принять участие В вашем периодическом сочинении Красноречия от меня не ожидайте Ибо вы сами знаете, что я не писатель И буду говорить полезные истины для того только Что мы, Богу Благодарение, живем в том веке В котором каждый честный человек Может мысль свою сказать Безбоязненно Я сам жил большей частью тогда Когда каждый Слушав двоих так беседующих Как я говорил с Правдином Бежал прочь от них стремглав Трепеща Чтобы не сделали его свидетелем Вольных рассуждений о дворе И о дурных вельможах Но чтобы мой сей разговор Приведен был в театральные сочинения И помышлять было невозможно Ибо погибель сочинителя Была бы наградой за сочинение Да, об обещании мое О принятии участия в вашем сочинении Было бы не на словах, а на деле Сообщаю вам теперь же несколько писем Вы можете поместить их в вашу книгу Если рассудите за благо Стародум Письмо Тараса Скотинина К родной его сестре Госпоже Простаковой Матушка-сестрица Я по отпуске сего письма жив Но в превеликом горе Лучшая моя пестрая свинья Которую я из почтения К покойной нашей матушке А прозвал я ее именем Аксинья Скончалась от заушницы Сие несчастные приключения Переменила совсем нрав мой Мне света постылил Лиша с моей Аксиньи Не буду знать ни пощады, ни жалости Я хочу, чтобы действия столь великой потери Ощутили все те, кои от меня зависят Ты знаешь, матушка, что я всякую мою досаду Над людьми моими измещаю А если между твоими крепостными Найдутся такие, чей нрав укращать надо Так присылай их ко мне А я на свою руку охулки не положу И всегда рад тебе доказывать Что я достойный брат твой Тарас Скотинин В юношеской комедии Горион 19-летний Фан Визин писал Ты должен посвятить Отечеству свой веру Коль хочешь навсегда быть честным человеком И Фан Визин остался верен этому завету Всю жизнь Честное служение Отечеству Раздумья над его судьбой Привели писателя в стан друзей свободы И врагов произвола Таким он вошел в сознание потомков Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 КОНЕЦ